Новый транспорт глава республики проверяет лично. Совсем скоро автобусы отправятся в северный Ижимский район. Будут служить верой и правдой жителям труднодоступных населенных пунктов, а потому важно, чтобы техника повышенной проходимости была надежной и безопасной. Мы уже не первый раз получаем технику от республики. Вот республика взяла казначейский кредит, и мы осенью прошлого года получали два пазика, которые ходят у нас по дорожным сетям. А эти два монстра, скажем так, будут ходить по зимникам. То есть будут соединять у нас самые труднодоступные населенные пункты. Один пойдет в сторону Припечорья, там три населенных пункта Няшабож-Баракаланский-Пиева, и еще один пойдет в сторону сельского поселения Том, там тоже порядка 82 километров. До этого до самых отдаленных населенных пунктов жители муниципалитета добирались на другом транспорте. С появлением новой техники старую отправят в резерв. Теперь Ижимский район обеспечен современным транспортом на 100%. Нужно думать о том, как сегодня будет человек добираться, как он сегодня будет ездить на автобусе. Сегодня автобус должен быть на линии, он должен быть новый, надежный, современный. Ну вот по этому пути и идем. Поэтому этот год мы до конца марта должны закрыть по поставке всех автобусов. Ну и дальше вы слышали в послании президента новая программа на продолжение обеспечения автобусами всех регионов. Абсолютно точно мы будем добиваться того, чтобы и в Республику Коми автобусы в новой поставке тоже были предусмотрены. Ранее Минтранспорта России одобрила заявку Республике, выделив 300 миллионов рублей. На эти средства в регионе приобрели автобусы, часть из которых уже отправили в Усинск, Печору, Усцилимский, Троицкопечорские районы, а также Ухту. Теперь очередь дошла и до Ижимского района. Всего же до конца марта в Республику поставят еще 12 автобусов.